23 октября 2019 года в столице румынии бухаресте открылась вторая выставка из сирии путь к победе исторические источники свидетельствуют приуроченной к 75-летию освобождения красной армии восточной европы от нацистской оккупации это вторая выставка из серии первая выставка открылась в болгарии в начале сентября вторая здесь посольство россии в румынии принадлежит инициатива проведения этой конференции несколько месяцев посольство российский центр науки культуры готовились к этому не тут что называется коллегам очень пригодилась та выставка которую подготовили российское историческое общество фонд истории отечества центральный музей современной истории россии проект реализован государственным центральным музеем современной истории россии материалы для экспозиции в том числе длительное время хранившиеся под грифом совершенно секретно предоставлены из фонда государственного центрального музея современной истории россии российского государственного архива социально-политической истории центрального архива министерства обороны российской федерации архива внешней политики министерства иностранных дел российской федерации Между нашими государствами заключено специальное соглашение о статусе воинских захоронений, которое позволяет нам вести военную мемориальную работу достаточно корректно, достаточно взаимоуважительно. Мы это ценим. Мемориалы Героев-Освободителей в Румынии восстанавливаются, реставрируются, в том числе в значительной степени при содействии румынских неправительственных организаций. Румынских, если хотите, подлинных патриотов своей страны, которые чтят историческую память о воинах Красной Советской Армии. Это важно и с научной точки зрения, и с общественно-политической. Мы с вами находимся в Румынии. И страна развивается, страна очень сложная, неоднозначная. Мы все прекрасно знаем сложную историю Румынии, которая была сначала частью фашистского блока и воевала против Советского Союза. Потом Румыния в 1944 году перешла на сторону союзников и вместе с советскими войсками освобождала и Румынию, и Чехословакию, и Словакию. В мероприятии приняли участие член Президиума Российского Исторического Общества, исполнительный директор Фонда Истории Отечества Константин Могилевский и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Румынии Валерий Кузьмин. Все эти выставки построены по одному принципу. Есть первая часть, где говорится в общих чертах, такими крупными штрихами, о том, какие беды принесла нацистская агрессия Советскому Союзу. Заключение – это история победы, осуждения нацизма, нюрдовского трибунала. Это средняя часть, ядро выставки, оно для каждой страны свое. И в данном случае оно посвящено именно освобождению Румынии. В 1944-1945 годах Красной Армии были полностью или частично освобождены территории девяти европейских стран – Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии, Австрии, Дании и Норвегии. В состав экспозиции также вошли документы, в которых указаны количественные показатели, оказанные советским народом помощи румынам. Объем продовольствия, поставок промышленных товаров, оружие для румынской армии, которая в конце 1944-1945 годах сражалась в составе антигитлеровской коалиции. У нас в России очень много документов рассекречивается в последние годы, связанных с историей Великой Отечественной войны. В румынском обществе эти документы практически неизвестны. Практически неизвестны. Узкий круг профессиональных историков румынских занимается вообще этой тематикой. Поэтому, когда мы привозим документы на выставке, представим очень много интересных материалов из самых разных архивов, когда мы это показываем, когда эту выставку смотрят молодые люди, особенно молодые люди, потому что старшие поколения все-таки немножко по-другому оценивают события, они помнят многие вещи. Мне кажется, что мы должны как можно чаще привозить вот такие экспозиции, показывать их, конечно, не только на таком мероприятии, но как-то продумывать более широко и в Центре науки и культуры, может быть, в других городах Румынии показать. Одним из самых интересных документов, показанных на выставке, стало постановление ГКО, которое обязывало не создавать в занятых районах органов советской власти, сохранить без изменений румынские системы управления и существующее в стране экономическое и политическое устройство. Румынских порядков не ломать и советских порядков не вводить. Военнослужащим также предписывалось уважать религиозное чувство населения. Это был первый подобный документ. Впоследствии при вступлении частей Красной Армии в другие страны Европы издавались аналогичные директивы. На выставке представлены доклады советского командования о беседах офицеров с представителями местной власти и населения. Эти документы показывают, как менялось тревожное настроение граждан Румынии с приходом советских войск. Специальным гостем конференции стал Джульетто Кьеза, итальянский журналист и политический деятель, бывший евродепутат и автор книг общественно-политической направленности. Вот эти дискуссии в Европе не ведутся вообще, кроме исключений, как это очень важное. Но это даже удивлено, что здесь было такое мероприятие, когда меня пригласили, я с удовольствием приехал из-за этого. Потому что общественное мнение игнорирует реальность. Наши газеты не опубликуют такие вещи. Это, я даже скажу, это не только невнимание, это просто запрет. Если мы будем забыть все, что происходило, мы потеряли себя. Между прочим, на Западе, в Италии особенно, но я думаю, что везде та же самая идея, что народ может жить только сегодня, это очень опасная идея. Потому что потеряя наши воспоминания, нашу историю, мы потеряем себя. Общий долг профессиональных историков и общественных деятелей в том, чтобы объективное, достоверное историческое знание было доступно всем тем, кто стремится знать правду и сохранять свои корни. Особую благодарность за организацию выставки и конференции высказал Янку Цукерман, председатель Румынской ассоциации жертв Холокоста. Один из немногих ныне живущих очевидцев тех событий. Я сегодня как бы мысленно перевел часы назад в СССР, на 75 лет. И перед моим мысленным взором в тот день 20 августа 1944 года, когда советская армия вступила в Яссово, а потом 23-го схватила уже в СССР. Продолжение следует...